Всем привет, друзья! С вами Тиэль, и это обзор будущей серии, то есть серии второй, по Лего Супер Марио. И первым персонажем, конечно же, мы рассмотрим вот такого вот Бон Гумба, то есть Каменный Гумба. Я так понял то, что в игре по Супер Марио он встречается на финальной локации, там где Болзер, наверное. А что сказать по Лего мини-фигурке, так это то, что она реально очень красивая и проработана. Вот за это спасибо. Выглядит, конечно, он не совсем похоже на настоящего, но всё равно респект. А к следующему персонажу мы переходим, и это Мунчер. Он очень похож на какого-то Пакмана перевёрнутого. На него не нужно будет наступать, а нужно будет наступать рядом с ним. И это, как по мне, даже ещё интересней. Потому что во время игры может быть как-то неудобно, то есть сбивать персонажей, а потом нужно искать их вот этот вот код. А так он выглядит интересно, и у него интересная такая деталь, листочка. Следующий – это Нукит Краб. Он – это как бы ракушка такая, в которой виднеются только глаза. В комплекте с ним идёт вот такой вот камешек. У него очень странный вот этот вот, вот это его клешня. Думаю, можно было сделать и получше. Ну да ладно. Будем переходить к следующей мини-фигурке. Это Сплорч. Он встречается в лавовой местности. Я думаю, это и так понятно. Потому что он сам состоит из лавы. Глаза у него красивые. Он выглядит как какой-то таинственный вор. Конечно, не совсем похож на себя настоящего по игре. Потому что он, естественно, квадратный. А в игре он круглый. Но это не так важно. Следующий персонаж – это Бу. Не совсем уверен, что он появится. Потому что мини-фигурка из него получается крупная. И, возможно, он будет встречаться не в мини-фигурках, а в каких-то других наборах. Но думаю, что если он в мини-фигурках появится, то будет это очень круто. И деталей из него можно получить будет много. Следующий персонаж – Монти Мол. Это тот самый бобёр, который встречается в некоторых наборах. Один из них – это как раз-таки в наборе «Приключения в пустыне Поки». Или как-то он так называется. Кстати, у меня этот набор есть. И есть на канале обзор. И, конечно, я там осматриваю этого бобра. Да, тоже. Следующий персонаж – это Чейн Чомп. Как по мне, интересный такой персонаж. Он очень похож на своего большого собрата. Это Билл Бонзай. Он есть в линейке наборов по Лего Марио. Вы его наверняка уже видели, уже знаете. Ну, выглядит он прикольно. Больше нечего сказать. Следующий персонаж – это Спайк. Сам по себе персонаж крутой. Но Лего, я думаю, не станут заморачиваться над его вот этой вот штукой чёрной. И сделают только его одного. Но это моё мнение. Может быть, они, конечно, и сделают по-другому как-то. Так, следующий – это Вадлевинг. Да, сложное название. Это такая летучая мышь или летающая белка. Не знаю, как их там называют. Выглядит она, конечно, страшно. Не хотелось бы приобрести такого персонажа вообще. Вот такая вот рыбёшка. И её зовут Поркупуфер. Раньше он уже встречался в мини-фигурках по Лего Марио. Наполняющие его предметы прикольные. Жаль, что Лего не смогли передать его вот такие вот жёлто-синие шипы. Но да ладно. В общем-то, она очень похожа на своих сородичей. И больше сказать нечего. Вот так они будут выглядеть. Это абсолютно все мини-фигурки. Их здесь 10 штук. Вот так они будут выглядеть в пакетике. И ожидаем этой серии в конце этого года или в начале следующего. Для вас читал, монтировал и переводил Тель Студио. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмякаем колокольчик. А на этом всё. Всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова